24 апреля стартовала белорусско-российская акция «Победа одна на всех». Она посвящена 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Витебском государственном университете прошла международная научно-практическая конференция, посвященная славным датам. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова выбран для старта акции «Победа одна на всех» не случайно. Ученый совет этого вуза первым на постсоветском пространстве в 2013 году принял решение о возвращении в учебные планы всех специальностей курса «Великая Отечественная война советского народа» в контексте Второй мировой войны. Здесь есть коллектив, который выступил инициатором в определенной степени совместно с Министерством обороны. И эти интересы были взаимные. Интересы патриотического воспитания, гражданского воспитания молодежи. В форуме приняли участие ученые из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Израиля и Люксембурга. В докладах и выступлениях историки обратили внимание на многочисленные попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной и принижение роли Красной Армии в достижении победы над фашизмом. Сейчас же фальсификация истории Великой Победы является инструментом геополитической борьбы против России прежде всего, против ее союзников. Смысль заключается в том, чтобы поставив Советский Союз в плане ответственности за развязывание Второй мировой войны и фашистскую Германию до один уровень, подорвать вот это бентальное, все еще существующее единство постсоветского пространства. И главный удар при этом доносится по молодежи. Мы видим сегодня, как у наших соседей развиваются события. Просто трагедия, национальная трагедия нашей братней Украины. И сегодня мы должны делать и извлекать уроки. Актовый зал университета с трудом вместил студентов, которые пришли на форум. Среди них молодые люди в военной форме. Это слушатели военной кафедры вуза. Должны беречь память и ответственно относиться к нашей стране, к судьбам тех людей, которые защищали нашу родину, наш дом. Нужно помнить о том, что в первую очередь эти люди защищали наше будущее. По замыслу организаторов, белорусско-российская акция «Победа одна на всех» должна еще теснее сплотить народы наших стран, укрепить боевое содружество, которое выдержало тяжелые испытания в годы Великой Отечественной. Неразделимы мы, едины в нашем общем историческом пространстве. И, конечно же, мы остаемся и всегда будем дружескими народами. Победа у нас была, есть и будет одна. В Беларуси не переписывают историю, не превращают палачей в героев и освободителей. Не сносят памятники и монументы на могилах воинов, павших за свободу Отечества. Здесь свято чтут великую победу, ибо народ заплатил за свою свободу неизмеримую цену.